добренькое утречка четверг у нас вписали вчера в отельчик но он такой обычный чисто поспать но завтрак есть 5 рублей стоит короче говоря у нас сейчас на часах 733 сходим магазин потому что мы не купили ничего вот такой вид какой рецепшен вот так выглядит отельчик но в немецком короче говоря в немецком стиле как всегда вот ну и собственно чему-чему чем мы-то как бы шереш поехали думали что вернемся домой а домой мы не вернулись мы туда сайт ночевать так как тачку мышцы не забираем оплачено ждем частом оплаты туда-сюда в два часа зарегистрировать и соответственно мы сегодня не зубной пасты не шампуня ничем а мне нужен как бы же крем для лица его делать не хрен нам до двух часов вообще нечего делать нужно делать тест мне надо не филипп вакцинированный а я пока еще нет тут короче идем дядя филипп активизировался включился идем короче идем говорит блин говорит вот удивительно говорит как бы но это так то по факту ну дыра дырой так как ну грубо я там до края графини ранее тут как бы уже тут австрийская граница потом 120 пешком в принципе поля холмы и больше ничего вот и у него вызывает удивление что блин мало того здесь тротуар существует два тротуара один там они здесь вот типа травку стригут газон как бы красивенько но вы смотрите реально как все реально ну то есть да может быть там дрова не кошина прям там под линейку типа там вот но в целом все очень как бы так бруша . вот лежит тот там-то все как бы асфальт есть так мы пришли магазин эдека называется с 6 30 до 7 часов вечера работает в деревне а пока пришли за пастой шампунем и выбросили нашел крымец украшену надо стоит вот такую четыре рубаса короче говоря по 2 рубля 3 рубля блин доме 2 рубля 2 вы понимали почему тигуреты 6 7 10 . . л.м. а стоит короче говоря 7 евро так ну чё мы пришли домой решили стратегическое приняли решение идти по завтракать заказали сюда в себе ну как 5 евро стоит завтрак для львовочки есть как всегда свеженькими всякие варенье масло не масло кровь это бутер в маку в общем смотрите что у нас у меня я все взял йогурта или филиппом нам на яйца сидит белочек не тоже белочка мой ну вот все взял тут сюда нарезочки там парочку кусочков хлебушка потому как как бы ничего не ма продавец уже объявил что деньги уже получены и соответственно как бы ожидаем 2 часов дня а до этого времени в эту времени у нас как бы есть много времени и пойдем тут как бы есть куда пойти саде откуда из парк не парк это на гучера парк какой-то лечу какой-то там палый парк ландшафтный четко это мост подвесной через реку большую такую широкую то есть как бы это граница австрии германии мы здесь находимся 20 минут пешком еще надо тест мне сделать надо будет найти где тест сразу с утра сейчас шлепнуть пока мы здесь короче говоря пока такой план на ближайших ближайший час ноги все это мы выписались маски можно снять за уборку судили не взяли хотя у них написано там за уборку 10 евро ну короче у нас получилось 80 евро и как бы ну в принципе нормально дешевле тут особо не найти спасибо этому местах кроиц куда нам здесь в принципе нормально понравилось как бы принято решение ехать будешь как мы и напланировали сначала поедем парк аптеки вся эта фигня но все там по саму нам другую сторону но так как мы потом и так будем ехать возвращаться в туда сторону поставил как бы смотрите какой новый hyundai и вот новая полиция на новой тройке короче говоря а сейчас бы блин было бы нам тут кстати нашел ракету восьмой гольф р восьмом кузове короче говоря нормальная нормальная нашла такая интересная посмотрите как красивая фотография прикольно прикольненько на руку то есть мост короче какую-то там интересно сейчас мы пойдем по детству помню что в германии раньше таких ну раньше много мы ездили по таким всяким разным замком на горах нас возил муж мамы всегда нам прикалывал как бы мы там если как-то типа фу-фу-фу не-не-не-не-не-не не будем не хотим вот а сейчас это как бы прикольно ностальгия по таким разным местам вот этот мост который там показано фотографии мы проходим и идем другую часть крепости и вот у нас тут есть такой чувак типа хопа типа вроде как там он на этом на на сухарь забили короче я ир слих или комент короче я очень рады вас приветствовать видеть ну такая вот прикольная история здесь интересный такой симпатичный душевный замочек ну там понятно там как бы задний дворик такой а тут вот сидя под как бы разглядная . как по нашему-то надо смотровая площадка почти как для ромео и джульетты там джульетта тут ромео или там рома его в общем мне да пошли надо вернуться чутка вот и вот я вам показа только что вот видите вот там вот тот видите мостик и вот та уже сторона эта река делит австрию и германию то есть это уже австрия вот в принципе какие тесты какие там паспорта вот пожалуйста будьте добры идите ходите я пропустил короче говоря солнечные часы видите я не увидела потом на обратном пути вот сейчас заметил но прикольное местечко очень интересно но даже тем моментом что вот прям ты стоишь вот тут прям на одной стороне прям вот ногами на обрыве а на другой стороне у тебя уже другая страна ну то есть прикольная даже как бы feeling ощущение называть этот парк д парадизе garden райский сад а река внизу в река внизу блин голова моя рыбья это же ведь дунай так что мы сейчас как раз идем туда вниз к речушке на мостик пройдемся прогуляемся смотрите кого тут нашел кстати говоря это же лама 1 2 и он еще 3 лежит отдыхает не знаю 3 здесь или 1 но короче говоря ламы в германии переспустились нужно кстати говоря сюда к подножью границы сверху же показывал тут он доли речки можно гулять туда вон туда сюда потом и туда пусть он уже есть прогулочная тропа и вот так вот это все выглядит вблизи река дунай какая-то то ли она с извести то ли глина то ли как-то так тащит такая прям аж как будто бы реально бы не можно взять и пойти почему только вот по виду она как плотная собственно вот мы с вами смотрите в каком бешеном как получается вместе это получается что мы стоим прямо на средине этой реки между германией и австрии но прям хоть бери и желание загадывать то ли как это сказать вот сверху вот этот замок где мы были видите ну ребята на байдар очки одни там он еще типа плывут на этом он тоже какой-то то ли крепость старая наверно уже пока мисс желая скорее всего сейчас ну типа кто доживет хотя может вот это нет вот то точно я желаю ну вот такая вот история в такую мою историю вляпались такую бы историю явля полосы вы в принципе вы каждый день очень прикольно очень такой экспромт импровизация так все в течение там одного дня нарисовалась такая вот движуха и мы тут просто пэн пэн на эйфории улетели все немцы уже перешли на вот эти вот электро байки очень много очень просто тут столько этих электро байков единственный момент единственный момент что я потерял дядя филиппа и не знаю где он есть он может где-то даже на каве а вон он на каве сидит чет какой-то бармен перепуханный или только не снимайте переключите выключите там что-то там для меня нехорошо что для него нехорошо когда я сам себя снимаю а чего ему нехорошо короче я принесли мне лимонад лимонад вроде как похоже на спрайс че лимон а не к храги а с мосмус махами дисис дин а аааа а медваса имя адресу ты телефонный а мы лебене с ловенья короче он вот такая есть штука тут надо типов за списать себя типа записать себя, время, что-то там человеке, и еще email или телефон оставить, но зачем ему мой телефон, я не понимаю, конечно. Маленькая ремарочка, поправочка. Садимся мы с дядей Филиппом, сидим, и он мне говорит, а ты знаешь, что это за город? Я говорю, ну типа Нойбург, он такой, понятно, говорит, а что там еще написано? Я говорю, I'm in, ну как бы я-то понимаю немецкий, как бы чуть-чуть, немножко, вот, и как бы в принципе исторически я знаю, что типа Ам это как бы значит на, вот, и в Германии все там, как бы там замки или какие-то там, да, сопримаянности написано, как бы там, или город написан, типа там, такой-то город, вот как здесь, Нойбург, Амин, вот, и собственно Ин, это как бы название вот этой реки, вот, которая чуть дальше впадает в город Пасау, и получается перпендикулярно идет река Дунай, вот, ну что-то сначала как-то подумали, что реально ты Дунай, как бы, вот, но потом поняли, что он как-то маловат, где Филипп посмотрел там, город такой-то, Ам Зи на озере там, или там Зи там, озеро такое-то, то есть, вот, я что-то даже хожу-хожу и даже этому никакого значения не придаю, вот, а дядя Филипп что-то как-то заинтересовался, что-то маленький Дунай, очень-очень узкий какой-то, и по цвету не похоже, вот, так что вот такой вот как бы маленький момент, вот, а тем временем у нас времечко-то подъехало уже к пол первому, сейчас мы бежим обратно наверх, поднимаемся, там нас значит ждет машина, выедем в магазин, покупаем ящик пива, там каких-то пару приколов там детям, женам, грубо говоря, у нас полтора часа осталось до встречи на Цулашемштейле, там где регистрация, снятие с учета, все дела, встретимся где-нибудь наверху. Покидаем эту деревню, нам тут очень понравилось, рекомендую, здесь реально, ну как бы, денек провести, даже очень прикольно, интересно, поэтому будет возможность, будете ехать в эту сторону, там не знаю, Мюнхен, не Мюнхен, но это не Пассау, это Нойбург, I'm in, вот, здесь и полное название. Так, мы уже в магазинчик забывали, так, накупили сувенирчиков на 63 евро, короче, я вот себе взял такого винишка, одну бутылочку, дедя Филипп себе взял такую, какую-то там, потом какое-то там все пивко такое, я вот жене взял таких две бутылочки, себе взял паулайнера, хефебе, мое любимое пиво, вот, ну тут еще тоже пиво, там тоже пиво, проложили просто бумагу, ну короче, дофига, вон, тещи печеньки взяли, там, мятный шоколад, у меня теща любит бешено, вот, Андрюха, Гончаров, для тебя везу, две бутылочки тебе, попьешь хоть нормального пива раз в году. Выезжаем в сторону уже по САУ, точно теперь, за тестом, так, все, мы для аптеки, вот, сказали, что там можно сделать тест, пойду-ка я узнаю-ка, так, у нас что-то тут как бы фиаско, братан, по другому адресу, а не, мы продаем тесты, типа, а не делаем, а мне нужно подтверждение, типа, этой хирме, короче, говорит, мы не можем вам продать, мы можем вам продать тест, но мы не делаем тесты. Так, вот мы притопали апотеке, какой-то, не знаю, как тут, как офисно-промышленный какой-то центр, что ли, вот, кстати, я видели Тирок Кабрио, в Словении таких нету я, только первый раз увидел в Австрии, где-то год назад, и вот сегодня опять, так, у нас второе фиаско, короче говоря, фиаско, брат, четырех часов у них здесь тест сделается, она мне дала другой адрес, другой адрес, короче, он вот туда, вот так прям, короче, вот этот тест, центр, с третьего раза попали, блин, короче, нашел другой, вот этот центр большой, тут, короче, нет, так, в том, термин нужен, его, в смысле термин, и как, что, он говорит, ну, давай, заполняй, короче, интернет, говорит, есть, я говорю, да, ну, все, давай, там, туда-сюда, пять минут заполнили, этот, все, там, данные, я говорю, ну, все, типа, давай, на суток, прям, так, прям, чуть-чуть, так, потихонечку, так, да, типа, у тебя он же мне туда в мозг поткнул бы, и забыл бы, а то он мне там, прям, вот это там, сверло, блин, воткнул свою. Вот наш дружок, уже без номеров, пойдемте оформлять. Организовываем, заполняем документацию, это у нас адрес, да, так, сейчас нам нужен адрес немецкий, они так-то предоставляют. Так, короче, комедиянская ситуация, оформляем же тачку, все-все, а хозяйка, она, короче, уже скинула, типа, с номеров ее, вот этот чувак, который оформляет, ну, в окошке главный, регистрацию, и он говорит, так, где там эта бумага, короче, бриф, короче, какой-то там бриф, я не знаю, короче, она, машина без номеров, она говорит, а, сейчас, говорит, привезу, ну, тут какая-то деревня, тут деревня, типа, вот, и, короче, чухнула без номеров на тачке, короче говоря, поехала в салон обратно. Все, все, так, все, мы уже, короче, получили номера, все, номера, сейчас мы еще идем на последнюю инстанцию к главному чоку, сейчас мы все покажем, все документы, он даст нам, как быть, и налепки на номера, наклейки на номера, там, короче, все, 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 попрощались, все, мы получили номера, с этим налепочкой очень важной, так, все, вешаем номера, короче говоря, сейчас нам тут хозяйка поможет, вешаем и гоним. Так, все, мы уже вот поставили номера, выезжаем, сейчас мы тут завезли еще бывшую владелицу, завезли на мужу, и так, граждане, товарищи, все, мы завезли хозяйку, кстати, полный привод, вот, в принципе, никаких вообще, ну, то есть, все прошло как бы гладко, на самом деле. Так, значит, у нас номера, страховка, туда-сюда, 182 евро, и, ну, если вы не верите, то вот посмотрите, 182 евро, это чек для клиента, чтобы он знал, что сколько подтвердить, ну, как клиент, для товарища. Перерегистрация, как регистрация, ну, регистрация стоит 35 евро, ну, то есть, вот, в принципе, все, у нас как бы все сделано, назад уже снимать ничего не буду, потому что, как бы, везем машину чужую, и чтоб ничего не случилось, как бы, ну, опять же, там, что там уже снимать, как бы, вот, поэтому, поэтому, что, дорогие мои товарищи, поехали домой, мы сейчас еще поедим, еще покушаем кебаб, дядя Филипп там, деда, нашел кебаб, вроде с отзывами неплохими, так что увидимся уже в Любляне, когда уже доеду домой, увидимся там. Продолжение следует...